Алексей Ильич, почему именно православие, а не другая религия? Или не просто моральные правила общества? Здесь же вопрос, чем опасен атеизм и замечание, что православные очень разобщены. Ну, я вам уже сказал, почему именно православие, а не другие религии. Вам сейчас, конечно, трудно, это просто вам придётся или поверить, или не поверить. Скажу вам так, только, это удивительно, мы же проходим здесь историю религии, я вам хочу сказать, историю религии. Здесь мы изучаем религии, и древние религии, и новые религии здесь. И вы знаете, когда вот они сопоставляются между собой, то картина становится более ясной, очевидной. И главное, и самое важное, о чём хочу вам сказать, только христианство имеет вот то, что я сказал, те объективные аргументы, которые свидетельствуют о его неземном происхождении. Только христианство. У меня было немало случаев, когда в ответ на такую фразу вскакивал человек представить другой религии, и начал говорить. И? И? Оказывается, ничего не может сказать. Какие объективные аргументы? Не знает. Не знает. Эмоции, и всё. Слушайте, эмоции – это чепуха. Я могу верить в осиновый столб. И никто мне не помешает. А объективные аргументы где? Вот почему я говорю о православии и об этом. Почему разобщены православные? И действительно, что делать? Вопрос серьёзный, конечно. Разобщены по очень простой причине. По очень простой. Муж с женой очень любят друг друга. И вдруг такие ссоры начинаются, что, боже мой, землетрясения. По всему миру волны идут. Несколько раз опоясывая земной шар. Вот. Вот по какой причине. Что, если православный, то что, значит, уже святой, что ли? Православие говорит. Наша эта жизнь, вот эта жизнь, это есть не что иное, как школа. Более того, как больница. Больница. Мы все больны. Ой, как это неприятно. Мы все больны, я говорю. Как больны? А так? Попробуйте мне сказать, что я плохой человек. Я вам тут же докажу, какой я хороший. Сразу узнаете, до чего я хорош. Взвоите тут же. Меня не похвалить. Меня обругать. Мне сделать замечание. Мне плохо накорбить. С какой страны не тронь. моего лучшего друга наградили, а меня нет. Нет. А это что такое ещё за несправедливость? Я весь зеленею, зеленее всякой травы. Друга лучшего. А я-то знаю, что я лучше, чем он. Вот, оказывается, где. Слышите, слышите, страсти. Вот то, о чем мы говорили. Такие страсти в нас живут. Недаром Достоевский, помните, писал? Очень замечательно он писал. Что оставьте вы меня на одни сутки с самым прекрасным человеком. И я его к концу этих суток возненавижу. Ну, он, знаете, мог это так написать. Очень-очень здорово. Так вот, не удивляйтесь, что разобщение среди православных, оно происходит по причине чего? Нашего ближайшего соседства. А кто спорит между собой больше всего? Ну, конечно, соседи. Забор не так. Представляете, он, машинник, сдвинул забор. А он на мою территорию забрался. А он кинул ко мне палку. Вот мы же ближайшие соседи. И у нас же тоже есть, помимо веры, учитывая, что любая церковь, есть организация, ещё есть другие проблемы. Подчас эти проблемы смехотворные. Слава Богу, для нас, я думаю, смехотворные. Например, кто кому быть на каком месте? Кто первый, кто второй, кто третий? О, это ужасно. Что из-за этого даже идут споры. Кому какие приходы принадлежат? Кому они должны эти приходы? Какой церкви принадлежать? Опять. Есть же проблемы. Я просто вам к примеру говорю. Вот отсюда определённая разобщённость. Но хочу вас утешить, не знаю, может, кавычках. Во всех религиях это есть. Потому что всюду мы одни и те же люди. И, к сожалению, и в православии. Потому что, повторяю вам, от того, что я православный, вы не думайте, что я ангел уже и святой человек. Увы, страсти и страстишки во всех нас живут. И если с ними не бороться, ой, что они делают над нами? Как издеваются. Вот так. Спасибо.